Всем доброго времени суток. Сегодня 1 сентября. Решила таки снять видео, так как деньки выдались интенсивные. Это заказ моего сына из Isipari XL. Это шен магазинов, которые встречаются повсюду в Бельгии, парфюмерных магазинов. Также у них есть сайт, есть другой шен, это Планет Парфа и Винна в галерее, но есть также большой отдел представленный. В данном случае я заказала по интернету. Почему? Я заказала. Он заказал по интернету с моей лёгкой руки. В субботу я звонила своей маме, и мама сказала, что парфюм, который я ей купила, у неё ещё остался. А больше всего ей понравился совсем другое, которое я как-то высылала ей 300 лет назад. Я вспомнила какой-то парфюм, и также до этого у сына настояло задание придумать, приготовить бабушке какой-то подарок. И когда я это услышала в эту субботу, я говорю, слушай, подари-ка ей вот этот парфюм. Она у нас любит. Я заглянула тут же в субботу, потому что я знала, что во вторник я буду в Брюсселе, около Инна, на Луизе. И сравню цены, потому что мне казалось, что на сайте некоторые продукции немного дороже всё-таки. Хотя говорят, они о бесплатной доставке, но, видимо, то, что чуть-чуть дороже, и называется бесплатной доставкой. Хотела сравнить, и тут же я попадаю на сайт, смотрю, а там на некоторые парфюмы, и не только, скидка 15%. И как раз на тот парфюм, который нравится моей маме, его бабушке. Я говорю, слушай, хватай его. Он быстренько сделал свой счёт и заказал. Заказал на своё имя. Заказал в субботу, но, правда, нам сказали, завтра вам придёт. Ну, естественно, завтра это было воскресенье, понедельник. Во вторник уже заказ пришёл, хорошо, быстро работал. Ну, хочу открыть его, и как же всё это выглядит. Чёрный и вот такой розовый мафф – это цвет фирмы Separi XL. Я помню, как-то делала рекламу, и мне нужно было иметь в рекламе красный цвет, то есть рекламную брошюрку. Но это ещё училось. И так красный переломился, нужно был такой сглаженный, не яркий, красный, а приглушён. Переломился, и получился вот такой розовый. Мне сказали, что это цвет BB, кулёр BB. Ну, если бы был тоже яркий, приглушённый красный, получился какой-то кирпичный. Ну, а так, мне кажется, удалось. Вот этот цвет я запомнила. Так что у них вот такие цвета вместе с BB. Ну, ничего, скрываем, вот так приятно. Фактура также на розовом цвете. И вот, что было в коробке. Если честно, когда открыла, тем более был неяркий свет, я аж немного отпрянула. Всё вот в таких чёрных цветах. Здесь хорошо, свет яркий. А то мне всё показалось чёрным. В принципе, приятная коробочка. И вот такая упаковка. Упаковывал парфюм Toma, который, видимо, положил карту. С благодарностью от Isipari. Excel. Значит, в коробке сам парфюм. Два пробника и два пробника серума. Так как он заказал Диор, пришёл пробник Диор, он... Подождите. Диор, он интенсивный мужчина. Он также переводится, как человек. С французского на русский. Второй также мужской парфюм. Пробник мужского парфюма от Gatier Le Malle. И Malle это самец. В переводе. Ну, Диор мне больше понравился, чем Gatier. Gatier на самом деле пахнет самцом. Сыворотка от Lancaster. Пробник. И вот такая маленькая... Сыворотка. Маленький пробник от Dior. Знаете, вот приятно. Я показывала, купила я два парфюма Chanel. И мне не то, что пришлось выпрашивать, ну да, подойти к кассе и сказать в конце концов, дайте мне хоть что-то. Ну, видимо, они... Не то, что у меня... Никогда мне, по крайней мере, много чего-то не дают. Один, два... Хотя иногда покупаешь много. Видимо, они разбирают сами. Зарплата у продавцов в Бельгии невысокая. Да, и к чему я это веду? У меня был уже заказ духов по интернету, если по Рейксе. И подарочная упаковка была вот такая. Я думала, так же пришлют в такой упаковке. Потому что довольно-таки много черного цвета, не знаю. Хотя бы они заворачивали для женщин в розовый. И поставлю туда. Сын напишет открытку мамушке. Будет приятно, думаю. Так выглядит внутри. Вообще мне больше нравится не упакованный вот так парфюм. Видите? Такая обычная упаковка. Если бы хотя бы... На самом деле как-то шикарно. Не шикарно, но более. Не так просто и обыденно было. А мне нравится, когда в пакетик... Вот положили бы от Диор пакетик маленький. И так подарить уже, когда человек открывает, здесь принято открывать подарки, смотреть. То уже видно. И не надо эти бумаги распечатывать. Мне кажется, вот так выглядит более симпатично. И вот так тоже, когда открываешь. Я еще чем хотела похвастаться, я была во вторник 30-го как раз на Луизе. И зашла также в Дот. У меня есть видео, но я не снимала Дот. Я там ходила. 14 апреля этого года. Обстановка в Брюссиане. Видео называется. Так вот. В этот раз я себе урвала. Мне очень понравилось, что урвала. Вот такую джинсовую кофточку. Рубашку, то есть. Это фирма. Мне понравилось, что она дешевая вышла. Дот это Отлет. И там еще были скидки. Правда, такая китчевая продукция была в этот раз. В апреле как-то было еще спокойнее. Цвета были спокойнее. А здесь, ну вообще. Конечно. Это фирма Супердру. Я ее видела в Пакаре. И на нее довольно-таки цены. Не маленькие, а более высокие. И все время я смотрела, что же вот это такое. Сегодня посмотрела в интернете. Это фирма основана в 2003 году. Британская фирма, которая сочетает британский винтажный стиль с японской графикой. Видимо, вот это японский иеронклиф. И есть японская графика. Что мне не понравилось? Мне понравилось вот это. Она, во-первых, на кнопочках. И то, что внутри вот такого цвета. Это джинсовка тяжелая такая, как курточка. И, кстати, вчера, в среду я была в магазине, где продают без скидок одежду и от этой фирмы тоже. Значит, там футболочки где-то 35 евро. Рубашки от 70, джинсовые куртки от 110 евро. В общем, она уже была в отлете и стоила на маломерку, кстати. 39,99. И на эту коллекцию летнюю были 60% скидки. И купила я ее за 16 евро. Вот это я понимаю скидки кнопочки. Мне понравилась эта рубашка. И особенно понравилась цена и качество. Соответствие цены и качество. Но они, да, я сказала, что они маломерки. Там еще были такие жилетки, знаете, голубые и ярко-синие. Жила бы дома, купила бы. Жилетка, видимо, из искусственного меха. Но как из перьев. Я бы, наверное, такую бы носила. Даже сейчас подумаю, может быть, мне ее купить стоит. Ну, вот и все. Такое было видео. И пока-пока у меня батарейка. Субтитры сделал DimaTorzok